Покори на ваших экранах. Этот парень из Сьерра-Леоне с прошлого года выступает за Нидерланды. Попал он, между прочим, уже в полуфинал бега на 100 метров. Бежать ему еще сегодня вечером. Поэтому посмотрим, как он сейчас пробежит. Игорь Бодров из Украины стартует по первой дорожке. Обратите внимание на этого парня. Выполнил он олимпийский норматив 20.49. Пробежал олимпийский норматив, напомню, 20.50. И очень хочет с Сергеем Смеликом побороться. Даже заявил за медали чемпионата Европы. Не знаю, получится или нет. Ну, опытный парень. Он совсем в юном возрасте уже начал показывать хорошие результаты. Тоже участник многих эстафет спринтерских украинской команды. Ну, наверное, чувствует себя в хорошей форме, раз так себя подбадривает такими заявлениями. Ну, Бакари, конечно, лидер в этом забеге. Пытается Бодров что-то сделать. К сожалению, не получится у него быть в тройке. И ждать придется только по результату. Португалец Давид Лима был вторым. Бакари первый 20.55. Ну, да, я вот уже говорил, называл некоторых, кто ждет соперников в полуфинале. Ну, а главный герой, конечно, там будет как раз спортсмен из Нидерландов Чуранди Мартино. Он был на церемонии открытия чемпионата Европы как одна из главных звезд. И он действительно сейчас в прекрасной форме. У него один из лучших результатов сезона в мире на 200-метровой как раз дистанции. Он специализируется как раз на 200-метровке. Чуранди Мартино имеет второй результат в сезоне в европейском топ-листе 20.11. Результаты очень-очень, конечно, высокие. Что касается еще известных европейских спринтеров, то Кристоф Лиметер пропускает чемпионат Европы по причине, что хочет получше подготовиться к Олимпийским играм, травму его преследует. Ну, вот говорит, что борется, борется он с этими травмами. И в его планах участие в одном из июльских этапов бриллиантовой лиги в Монако или Лондоне. И вот чемпионат Европы таким образом решил пропустить. Ну, а, кстати, глядя на бег Букари, давайте еще раз отметим, что команда Нидерландов в мужской эстафете 4 по 100 метров будет одной из основных претенденток на победу. Ну, вот уже известно все. К сожалению, Игорь Бодров не попадает в следующий круг. Немного ему не хватает.